Здравствуйте, здравствуйте мои дорогие и уважаемые подписчики! Вы задаете вопрос, но я понимаю, что вам интересно. Вы показываете много блюд, а как вы, что вы готовите на обед? И вот я вам хочу сейчас показать, что же я готовлю на обед. Вот у меня ребра, я нарезала, варятся. Я не процеживала бульон, собрала вот, видите, вверх, когда заварилось. И все, у меня сегодня будет на первое суп галушки. И вот, видите, картошку я только-только поставила. И селедочка у меня есть. То есть, вот такой у меня будет обед. Первое, галушки. Но галушки как-то, мы очень любим галушки. Но хочется приготовить какие-то необычные галушки. И я это сегодня сделаю. Так, вот у меня картошка-пюре, вы знаете, как варить. Тут сложности никакой нету. Кто в холодную, кто в горячую, кто в кипящую, кто какую. Я вот поставила, тепленькой водичкой залила. И сейчас она будет у меня вариться. Так, все, картошку добавила. Не солю, эту картошку накрываю. Сюда сейчас добавлю морковь. Не знаю почему, но почему-то люди думают, что мы питаемся. Да мы самые обычные люди. И питаемся точно так же, как вы. Вот у меня морковь натертая. Морковь для вкуса и, конечно же, для цвета, чтобы... Ой, холодная. Зажаривать я не буду, потому что у меня свинина. Вы видите, какой у меня жирный бульон. Поэтому так это все и останется. Все, хватит морковки. Сейчас сварится картошка. А я с вами буду замешивать тесто для галушек. Для теста я беру 100 мл кефира, 2 яйца. Яйца вбиваю прямо сюда, кефир тепленький. Ух ты! Ух ты! Видите? Зара, да сейчас я уберу его. Бывает такое, что... Ох, какие два разных яйца. Так. Присаливаем. Потому что галушки должны быть по соли уже, как они должны быть. Отдельно не должны. Галушки идут вместе с супом. И галушки уже по вкусу должны быть такие, какие они должны быть. Потому что, если галушка не соленая, то вы супом не выровняете. Перемешиваю это все до однородности. Никакой соды не буду добавлять, потому что, если добавите соды, будут сильно рыхлые. И они у вас, скажите, развалятся. А нам нужно, чтобы галушки были такие немножечко тугенькие. И я сказала вам, что галушки у меня будут немножко необычные. Сегодня я хочу проэкспериментировать и приготовить тесто. Я вам говорила, что я вот купила. Недорого. В магазине чернила. Каракатицы. Вот видите, написано все. И сейчас я возьму, вот так вот открою их чуть-чуть. Темные галушки будут. И две капельки такие, видите, они густые. И перемешиваю. Цвет будем достигать. Сегодня у нас черные галушки будут. Между прочим, очень красиво бургеры смотрятся черного цвета. Паста. Очень красиво. Ну, будем добавлять. Я вымешиваю это все. Не спешите, потому что вроде бы сначала серое, а потом станет темное. Так что хорошенечко вымешиваем, чтобы не было таких вот непромеса. Видите, какой цвет. Они даже, сказать, я не хочу, чтобы не были черные-черные. Они такие графитовые, темно-графитовые. Так, размешиваю. А это закрою плотненько и в холодильник. Вот, смотрите, какие они, видите, как смола. Чем пахнут? Ничем. Ничем. Я думала, рыба. Нет, ничем не пахнут. Так, и начинаю всыпать сюда муку. Замешиваем тесто. Не такое, что раскатывать. А чтобы вот как на оладьи. Добавляем сколько муки, чтобы получилось оладное тесто. Так, вот такое тесто получилось. Между прочим, очень красивый цвет. Вот такая его густота. Видите? Вот как на оладьи вы замешиваете. Не надо. Я не буду раскатывать здесь колбаски. Нарезать. Вот такие галушки лучше всего. Но если у вас нету каракатицы чернил, не надо. Готовьте белые. Добавьте куркумы, чтобы они были желтенькие. Ну, хорошо, если домашние яйца, тогда они желтые. Если нет, куркума или карри, что угодно. Желтый цвет, чтобы покрасить. Ну, у нас сегодня такие оригинальные. И когда готовите с чернилами каракатицы, ничего не говорите. Знаете, прячьте это блюдо. Когда будете подавать, посмотрите реакцию своих близких. Сегодня я посмотрю реакцию своего мужа. Чернила, я не знаю, говорила вам или нет, стоят вот эти два пакетика 17 гривен. Это недорого. Это получается по 8,50. Это совсем даром. Но я один раз наскочила. И то мне продавец сказал, я взяла два пакетика. И больше я не видела. Ну, просто если я купила, мне нужно показать, как это все будет выглядеть. У меня ребра полностью готовы, уже сварились. Сейчас тесто немножечко постоит. Я его накрою. И доваривается картошка. И мы будем доготавливать галушки. Я сказала, что я не буду зажаривать, но одну луковицу я очищу и брошу прямо туда в бульон. Вот такая вот луковица. Просто вот так не разрезаю полностью, а накрест. И бросаю, пусть варится. Потому что некоторые лук вареный не любят, но лук отдаст свой аромат. А кто любит, целую луковицу положите. Так, ну что, все варится. Крышку такую взяла даже через щу. И смотрите, вот у меня тут такие ребра. Много. Бульон наваристый. Картошка я попробовала, она уже готова. И за эти три минуты, что будет вариться у нас тесто, она дойдет. Так, я сейчас беру ложку. Вот у меня здесь холодная вода рядом. И беру такие кнельки и отправляю их сюда. Я не знаю, я практикую в холодную воду, потому что в горячую плохо. Вот такие одинаковые кнелечки. Пусть кипит, даже можете чуть-чуть добавить температуру больше огня, потому что у вас нет возможности сейчас помешать ваш суп. Поэтому добавьте немножечко. Видите, все без проблем. Холодная вода у меня стоит, тарелочка. Я вот так вот беру и выбрасываю. Легко. Вот так вот. Раз. И сюда. Опа. Дальше. К стенке старайтесь. Вот так. Ну, представьте себе, что у вас белое тесто. Вот так. Раз. Все. Высыпаю все тесто сюда. Так, все. Некоторые спрашивают, почему вы замешиваете вот в таком пластике? Для теста это очень-очень удобно. Видите, я ложечкой все выбрала, ничего у меня не осталось. Вот поэтому я и замешиваю. Так, перемешиваем. Смотрите, какие оригинальные галушки. Бульон у нас прозрачный, а галушки у нас графитового цвета. Замечательно. Просто замечательно. Вот они. Мне интересна реакция моего мужа. Так, теперь пробуйте, пожалуйста, по соли. Перчика добавляйте. И картошка, которая варится у меня здесь, тоже можно посолить. По соли чуть-чуть досолила. И, конечно же, перчика. Так, и 2 минуты. Вот, закипело. 2 минуты пусть поварится. Так, ну что, 3 минуточки проварилось. Достаточно. Я разрезала, попробовала. Так, и теперь вот так я делаю укроп. Когда покупаю, он лишний зимой. Я немножко присаливаю в холодильнике. Видите, как он хорошо хранится. Ложечку нарезанного укропа. Но он у меня солененький, поэтому не досаливайте уже так, знаете, по, как говорится, по вкусу. Чуть-чуть недосоленный должен быть, если вы используете укроп соленый. О, какая красота. Очень красиво смотрится. Сейчас я приближу, чтобы вы увидели. Смотрите, какая красота. А бульон-то прозрачный-прозрачный. Вот он. Так, все, еще сейчас контрольно пробую по вкусу и выключаю. Так, все, выключаю. Накрываю этой крышечкой и пусть настаивается. Картошка варится. Делаю пюре. Немножечко масла сливочного. Немножечко, сейчас, секундочку, поверну вас. Немножечко можно молока добавить. Нет, то оставляете вот эту водичку, в которой варилась картошка чуть-чуть и переминаете. Пюре с селедкой у меня есть. Так что обед готов. И чай, компот, что хотите, подавайте. Салат, открывайте консервацию. И, пожалуйста, икру, баклажаны, все, что вы готовили. У меня сегодня будет кабачковая икра. Очень вкусно, потому что помидоры уже те сразу ляпнули. Все, мои хорошие. Вот такой вот обед. Быстро, без всяких, как говорится, заморочек. Я сейчас уже позвала Сашу, насыпаю. Мне просто интересна реакция его. Как он отреагирует на этот суп. Так, зову, чтобы вы первые были. Саша! Иди обедать. Заходи. Ох, и Мартын прибежал. Садись, Санючек, давай будем. Выгнать его? Не, не, не надо его выгонять. Присаживайся. Вот твой суп, Санючек. А с чего это суп? Не пойму. Как и с чего. Ну, мясо ты же видишь, мясо. Да, вижу. А что тебе тут интересно, не такое? Не место. Одень очки. А цвет что такое? Ты с грязи, с грязи слепила такие галушки. И вот получились. Это с каракатицей, Саня. А, это краска с каракатицей. Да, я думала, ты больше удивился. Ты нормально так удивился. Так что, мои хорошие, видите, Саша удивился немножко. Вот такой вот цвет, смотрите. Просто шикарный. Графитовые они, просто графитовые. Селедочка наша, вот я расфилировала эту, которую готовила. Рецепт есть, это скумбрия. Картошка, пюре. Ну, и кусок пиццы. Вот так вот. Ну, и у меня такое самое. Только на другой стороне. Так что, готовьте, пусть у вас все получается. Сашу, ну ты ж попробуй, пожалуйста, потому что я не пробовала. Попробуй. Горячее, осторожно только. Именно сам суп, галушки. Ну, Саша суп любит. Это его еда. Ну, ты ж галушки попробуй, а не вот. Сразу суп, потом галушки. Ну, давай, пробуй суп. Да не бойся. Мартыш, а ты хочешь черных галушек? Ну, что? Вкусно. Галушки к галушке, да? Вкусно. Ну, на вкус не влияет она абсолютно, правда? Ну, что, нет. Не, очень вкусно. Не рыба, ничем не пахнет. Чуть-чуть немножко отдаленно. Прикус, да. Есть, да? Да. Ну, все, вы услышали. Мартыш, ты будешь с каракатицей галушки? Я думаю, будет. Все, мои хорошие, готовьте. Приятного аппетита. Не думайте, что мы здесь кушаем все, мы уносим. Вот, пожалуйста, обед, как говорится, за 15 минут.